Приморье Приморье История любого заповедника начинается с истории людей. Людей особых, уникальных в своем роде. С уверенностью можно сказать, что история Сихотеолиньского заповедника началась с Колумба Дальнего Востока Владимира Клавдевича Арсеньева. Именно он, благодаря своим экспедициям, впервые описал уникальную природу этого удивительного края. Среднего Сихотеолиня открыл миру этот прекрасный и загадочный уголок нашей планеты. Но уже тогда, в начале 20-го столетия, стало ясно, что из-за развития охотничьего промысла в этих местах могут исчезнуть многие виды животных, в том числе особенно ценный соболь. Для сохранения его популяции было принято решение о создании нескольких заповедников, одним из которых стал Сихотеолинский. Богатство и разнообразие экосистем заповедника обусловлены тем, что его территории включают оба склона хребта Сихотеолинь, различные по природным условиям, перепадам высот, определяющим вертикальную зональность. Немаловажно и наличие непосредственного выхода к морю. Около 97% территории заповедника занято лесами, главное богатство которых – кедр корейский. На одной территории здесь уживаются харза и соболь, гималайские бурые медведи, амурский тигр и рысь. Основной задачей заповедника является охрана малонарушенных экосистем хребта Сихотеолинь на стыке природных зон, а также редких видов фауны Приморья, в первую очередь амурского тигра и горала. Озеро Ханка – самый крупный пресноводный водоем Приморья и Дальнего Востока, шестое по размерам водного зеркала озеро в России. Есть у этого озера и другие заслуги. Оно по праву считается самым рыбным и самым птичьим водоемом в регионе, занимая важное место в системе пресноводных экосистем бассейна Амура. Благодаря географическому положению и богатству природы, в 1990 году на берегах озера был создан Ханкайский государственный природный заповедник, который включил в себя часть акватории, а также пойменные, плавневые и дельтовые озера его побережий. Территория заповедника состоит из пяти участков, окруженных охранной зоной и расположенных в шести административных районах Приморского края. 25 апреля 1996 года правительство Российской Федерации и Китайской Народной Республики подписали соглашение о создании на базе двух соседствующих природоохранных организаций международного заповедника озера Ханка. Сегодня он играет огромную роль в сохранении многих видов водных и околоводных птиц и животных, благодаря чему в 2005 году был наделен статусом биосферного резервата ЮНЕСКО. Ханкайский заповедник – настоящий рай для водных и околоводных птиц. Всего здесь зарегистрировано 336 видов птиц, 6 видов амфибий и 7 видов рептилий, главная из которых – краснокнижная дальневосточная черепаха. В бассейне озера Ханка обитает 75 видов рыб, из которых более 20 относятся к промысловам – сазан, верхогляд, амурский сом, щука, толстолобик, белый амур, змееголов, карась и монгольский краснопер. Уссурийский государственный природный заповедник – особо охраняемая природная территория в России. Расположен на южных отрогах Сихотеолиня в Приморском крае. Уссурийский заповедник носит имя академика Владимира Леонтьевича Комарова. Крупнейшего отечественного ботаника, исследователя флоры и растительности Восточной Азии. В 1913 году он трудным экспедиционным маршрутом из города Никольско-Уссурийского, ныне Уссурийск, до села Шкотово прошел по лесной тропе вверх по течению реки Супутинки – Комаровки. Ученый был глубоко поражен своеобразием нетронутых огнем и человеком лесных формаций, сложенных из широколиственных и хвойных древесных пород с богатейшим набором уникальной травянистой растительности. Это вызвало у Владимира Леонтьевича твердое убеждение в необходимости сохранить своеобразный лесной массив, и в 1932 году по его инициативе здесь был организован заповедник. Уссурийский заповедник расположен в южной подзоне смешанных хвойно-ширколиственных лесов. Безраздельное господство принадлежит здесь манчжурскому флористическому комплексу. Флора Уссурийского заповедника сложена лесными видами. Леса образованы кедром в сочетании с пихтой цельнолистной, теплолюбимыми лианами и представителями семейства оралиевых. Они отличаются высоким видовым разнообразием, не имеющим аналогов в России. Фауна заповедника типична для хвойно-ширколиственных и широколиственных лесов. Здесь обитают кабан, изюбр, кабарга, белогрудый медведь и колонок. Из птиц обычные пеночки, синий соловей, поползень, рябчик. Также в Уссурийском заповеднике действует реабилитационный центр по воспитанию медвежат-сирот. Заповедник Кедровая Пать – старейшая, особо охраняемая территория России и подлинная гордость Приморского края. Изъятый из промышленного использования славянского лесничества в далеком 1916 году, этот удивительный клочок Уссурийской тайги в распадке между Сухореченским и Гекелевским хребтами, близ поселка Приморский в Хасанском районе Приморья, хранит в себе самый богатый по биоразнообразию природный комплекс России. В этом уникальном месте полно видов, встречающихся только там и нигде больше. На этой земле нашли свой дом целые поколения редчайших кошек, дальневосточных леопардов. И даже климат в этом крохотном, по меркам края распадки, свой, особенный. Хвойно-широколиственные леса изумрудной волной протягиваются вдоль течения одноименной речки – Кедровой. Заповедник Кедровая Пать является эталонным участком Южно-Уссурийской тайги, сохранившим реликтовое чернопехтарное лианово-широколиственные леса. Здесь произрастает более 900 видов сосудистых растений, что составляет почти половину всех видов растений Приморского края и делает Кедровую Пать самым богатым растительным комплексом не только на Дальнем Востоке, но и во всей России. Только здесь можно встретить сразу 8 видов клёна, 5 видов берёз. Некоторые растения встречаются только в заповеднике и его окрестностях. Несмотря на небольшую площадь заповедника, здесь довольно разнообразный животный мир. Некоторые виды животных были впервые найдены именно в заповеднике Кедровая Пать. Здесь также обитают редкие виды животных, занесённых в Красную книгу России и Международную красную книгу, а также находящиеся под защитой Всемирного союза охраны природы. С тех пор, как старейший заповедник стал резерватом сохранения особей пятнистого леопарда, на его территории был построен единственный в Приморье экологический тоннель, длиной в 575 метров. Благодаря конструкции, пересекающей магистраль, пятнистые кошки получили возможность безопасно мигрировать в пределах заповедника. Больше их путь не пролегает через дорогу. Сверху тоннель ничем не отличается от привычной зоны их обитания – леса. Лазовский государственный природный заповедник имени Льва Георгиевича Капланова расположен в юго-восточной части Приморского края в Лазовском районе на хребте заповедном, который является южным отрогом хребта Сихотеолинь. Этот заповедник был создан с целью сохранения и изучения природных комплексов хвойно-ширколиственных лесов южного Сихотеолиня, а также обитающих здесь редких и ценных животных, прежде всего, горала и пятнистого оленя. Растительный мир заповедника весьма разнообразен. Это обусловлено несколькими условиями, в том числе рельефом. Значительные перепады высот способствуют развитию разных групп растений на достаточно небольшой территории. Различные виды – манжурские, характерные для зоны широколиственных лесов Восточной Азии, охотские, тяготеющие к зоне тайги и растения морского побережья образуют высотные пояса. Также в заповеднике есть эндемические виды Сихотеолиня, которые кроме этого хребта больше нигде не встречаются. Отличительная черта растительности – ее вторичный характер. Она изменилась в результате человеческой деятельности, прежде всего, вырубок. На территории заповедника произрастают такие редкие виды, как дуб зубчатый, микробиота перекрестно парная, эндемик Приморья и Хабаровского края, можжевельник твердый, женьшень настоящий, бразение шребета, горянка крупночашечковая и хвойник односемянный. Здесь обитает около 60 видов наземных млекопитающих, 7 из них занесены в Красную книгу. В числе жителей территории заповедника – амурский тигр, горал, пятнистый олень. Здесь гнездятся чешуйчатый крахаль, утка-мандаринка, уссурийский зуик, японский бекас, скопа, ястребин и сарыч, орлан-белохвост и черный аист. Сегодня площадь Лазовского заповедника имени Копланова – более 120 тысяч гектаров. Здесь находится самая крупная тисовая роща Дальнего Востока. Морской дальневосточный заповедник основан в 1978 году для сохранения ценных видов растений и животных обитателей шельфа Японского моря. Заповедник расположен в западной части Японского моря. Он занимает около 10% площади залива Петра Великого – самой южной и тепловодной акватории Дальневосточных морей России. В состав заповедника входит 11 островов. Заповедник – эталон уникальной морской, островной и прибрежной природы Южного Приморья. Общее число видов растений и животных, населяющих заповедник, превышает 5000 видов. Воды и дно заповедника населяет 1600 видов многоклеточных животных и растений. Богатство подводного мира заповедника отнесено к природным феноменам. Здесь обитают как субтропические, так и арктические виды животных, среди которых около 200 видов рыб, 450 видов ракообразных, 30 видов иглокожих и более 200 видов моллюсков, 7 из которых внесены в Красную книгу России. На одном из островов заповедника, острове Фургельма, находятся одни из самых крупных в мире колоний чернохвостой чайки и уссурийского баклана. Острова морского заповедника являются единственным в России местом гнездования желтоклювой цапли, малой колпицы, островного свечка, пестроголового буревестника и малой виллохвостой кочурки. В охранной зоне на островах заповедника постоянно обитает 19 видов наземных млекопитающих, среди которых редчайший амурский тигр и дальневосточный леопард. Национальный парк – наиболее важная категория особо охраняемых территорий. Он сочетает охрану территории с ее рациональным использованием. Находится в подчинении государства и финансируется из федерального бюджета. В Приморском крае находятся три национальных парка. Национальный парк Бикин расположен на севере Приморского края в долине реки Бикин. Место, где на одной территории уживаются дикые животные и представители коренных малочисленных народов – удыгейцы. Национальный парк был создан в 2015 году. Главная цель – сохранение здешних лицов от вырубки. В долине реки Бикин уникальная природа. Лес здесь смешанный. Бок о бок могут расти кедр и лиана. Здесь можно встретить и реликтовые растения. Например, бархат амурский или пробковое дерево. Лиану актинидию, которая дает плоды в виде маленьких киви. Здесь их называют киш-мыш. Произрастают на территории парка и краснокнижные растения, например, женьшень. Смотрители парка тщательно оберегают дикорост и знают, где растет каждый. На территории парка живет большая популяция амурского тигра – 10% от общего количества во всем мире. Кроме тигров, в лесах Бикина можно встретить медведей, кабанов и изюбрий, на которых охота разрешена только коренным жителям. Сохранение природы и культуры удыгейцев – важная задача национального парка. Здесь все еще существуют места, куда не ступала нога человека. Самый молодой национальный парк края был создан в 2012-м и получил название «Земля леопарда». Это имя отражает главную цель создания парка – сохранение и восстановление численности дальневосточных леопардов. Сегодня этих красивых зверей на планете осталось около полусотни, и примерно 30 особей живут на территории земли леопарда. Территория парка объединена с заповедником Кедровая пать и заказником Леопардовым. Она охватывает Уссурийский, Хасанский и Надеждинские районы, будучи вытянута от границы с Китаем до Японского моря. «Земля леопарда» – это национальный парк, расположенный на юго-западе Приморского края. Только здесь живут сразу четыре вида диких кошек – амурский тигр, рысь, дальневосточный лесной кот и дальневосточный леопард – самая редкая из крупных кошек планеты. Многие считали, что увидеть этот удивительный мир собственными глазами невозможно, в особенности таинственного и завораживающего дальневосточного леопарда. Их всего 100 во всем мире. Дикие и невероятно скрытные, словно призраки, но настоящие. Леопардов удалось сохранить, и теперь их можно увидеть только здесь. Лес представляет собой комплекс кедрово-ширколиственных с пихтой цельнолистной или анограбовых лесов. Здесь произрастают кедры дуб, пихтая ель, клены, липы, ясени, березы, бархат амурский, орех манжурский, реликтовый тис, деморфант и другие виды деревьев и кустарников. По видовому составу это самый богатый район Дальнего Востока. По предварительным оценкам, на территории национального парка обитает несколько сотен видов насекомых, до сих пор известных только отсюда и неизвестных с остальной территории России. В составе фауны национального парка отмечено 34 вида насекомых, внесенных в Красную книгу России. Уникальный национальный парк Зов тигра, основанный в 2007 году, не имеет аналогов во всем мире. Главная особенность заповедника – самая большая популяция амурских тигров. Сохранение вымирающего вида – первейшая задача местных исследователей. Тем не менее, амурские тигры – не единственное достоинство зова тигра. Флоры и фауны национального парка невероятно разнообразны. Каждый вид заслуживает особого внимания. Здесь растут могучие кедры, известные как сосна корейская, стройные ели, увитые лианами пестрых актинидий, словно елочными гирляндами. Также можно увидеть изумрудные гроздья винограда амурского, обвивающего огромные деревья в заросли лимонника китайского, могучие благородные тисы. Национальный парк Зов тигра находится в юго-восточной части Приморского края. Его территория включает участки трех регионов – Чугуевского, Ольгинского и Лазовского. Территория национального парка включает верхние части бассейнов рек Уссури, Мелоградовки и частично Киевки, а также участок хребта Сихотеолинь. Здесь находится исток реки Уссури. Среди множества других млекопитающих особенно примечательны лесные коты, изюбры и гималайские медведи. А всех представителей пернатого царства невозможно перечислить. В парке гнездятся около 250 видов птиц, отдельные животные эндемики – существа, обитающие только в одном регионе планеты. Именно здесь течет одна из самых привлекательных рек Приморья – Мелоградовка. Здесь же из горных вершин спадают великолепные мелоградовские водопады – одни из самых прекрасных водопадов Приморья. Приморский край издавна известен своими уникальными природными богатствами, разнообразие которых способно поразить даже самого искушенного любителя природы.